Итак, всем привет, с вами Добгай. Мы продолжаем играть за синдикаты Америки. Собственно говоря, в прошлой серии началась гражданская война. Мы здесь успели только в Новой Англии ликвидировать войска, можно сказать, тоже США. Ну да, Соединенных Штатов Америки, в принципе, у них уникальное название, здесь чуть-чуть другие. И теперь мы в этой серии постараемся ликвидировать их и постараемся ликвидировать американских своих штатов. Я думаю, Тихоокеанские, как обычно, останутся напоследок, потому что они самые западные, до них здесь идти неудобно. Растягивать вот такой фронт намного сложнее, чем делать просто потом вот такой. Собственно говоря, постараемся еще также починить наш флот. Мы здесь в очень неплохом состоянии, у нас на самом деле тяжелые корабли хорошие. Но вот, конечно, прикрытия у них пока нету. Я думаю, мы отстроим конвоев еще где-то сотку хотя бы, потому что нам дают очень много кто ленд-лиз, но мы не можем получать его весь из-за нехватки конвоев. Плюс, конечно, нас чуть-чуть бомбят наши морские пути, но это уже мелочь. Ну, а мы перейдем, давайте, к наступлению на штаты. Взяли мы Вашингтон и не успел я ничего сделать, как мы уже, собственно говоря, хватили часть моблак Артура. И теперь можем перейти, конечно, к Американскому Союзу Штатов. А знаете, что самое приятное? Весь флот теперь перешел к нам. Между делом, Тихоокеанские Штаты и Американский Союз решили сделать перемирие. Я так полагаю, они решили объединиться против меня. Как-то наш фронт канцелилирован снова. Но здесь получилась небольшая оказия, я так ее назову. Мы переходим на наступление. Собственно говоря, здесь будет основная часть. Эту армию я переделал всю в нормальную пехоту в первую очередь. Я также переделал эти. Как вы можете видеть, здесь много, где не хватает снаряжения. По факту это все до поснащения. Самое главное, что пехотного снаряжения хватает. Наши дивизии становятся более-менее внятными. Кстати, стоит упомянуть, что флот, который мы получили, почти весь был с уроном. И мы сейчас очень долго будем его чинить. В принципе, несколько месяцев. Зато у нас, в принципе, будет такой более-менее неплохой флот в 140 кораблей. Для сравнения, здесь их почти нету. А здесь в три раза меньше. То есть, очень даже неплохо. Может быть, мы даже сделаем какие-то выставки. Но я в этом сомневаюсь, потому что реальной эффективности в них особо нету. А вот опасность очень даже реальна. По фокусам, кстати, стоит обратить внимание. Сначала взял снаряжение. Беру вот это. И в самую последнюю очередь буду брать бафы командиру. Потому что с каждым новым перком остальные перки качаются дольше. Соответственно, чем больше мы прокачаем до этого, тем лучше. На фронте у нас постепенно приходят успехи. Здесь мы уже во Флориде отсекли часть их войск. И сможем, в принципе, ликвидировать. И потихоньку продвигаемся на запад по как раз-таки американскому Союзу Штатов. Нам периодически подкидывают снаряжение, что очень приятно. Приятно быть страной, которую любят другие страны. Хоть и сиди колисты. А, собственно говоря, я тем временем заметил у нас очень прикольного чувака. Есть у нас в теоретиках, теоретик ночных атак. Который дает 15 наземной атаки ночной. Это просто безумно, потому что первая теха в 43-го года дает всего лишь 10. И только в 46-м мы получаем еще плюс 15. То есть, грубо говоря, мы просто за 100 политки... Ладно, 150. Получаем 15%. Ладно, 7,5% атаки всегда. Или 15 ночной, что ну просто космически. Ну и кроме этого, мы еще получаем минус 5% стоимости и 5% для ВСК спецназа. Космический чувак. Как только у нас получится 150 политласти, мы его возьмем. Параллельно мы уже взяли на стабильность в неделю. Я его взял первым. Я поэкономил на всем остальном и взял его побыстрее. Потому что стабильность нам набрать сложно будет. Но с ним как раз-таки неплохо. И еще один есть очень неплохой чувак на прирост населения. 50%. И я его тоже сразу же взял. Если бы это был просто прирост, я бы его вряд ли брал. Но кроме прироста, он также дает еще и эффективность производства. Следующим я возьму теоретика. Кроме того, я еще себе раскачал генерала, поставил ему пехотную специализацию и взял его военное руководство. Тоже потому, что это очень полезно. Собственно говоря, опыт у нас подкопился. Мы уже скоро начнем так-3 накачать. Итак, мы смогли уже фронт сделать очень цельным. И начинаем полномасштабное наступление на всех фронтах. У нас неплохие запасы. Конечно, пехотного немного не хватает и доп. оснащения. Но это более-менее нормально. Мы также вывели наш флот наконец-то, который закончил ремонт. И также блокируем любые поставки в Американскому Союзу Штатов. У промышленности, кстати говоря, мы сохраняем первое место. Собственно говоря. Кроме того, у нас здесь есть бафчик с фокуса неплохой на скорость постройки, на ресурсы и производство. И я, как вы могли кто-то заметить, не сменил нашу экономику. По той простой причине, поставить теоретику ночных атак, что сейчас мы просто возьмем всеобщую мобилизацию с фокуса. И как бы зачем тратить политическую лишнюю власть, когда ее так не хватает. Но нет добра без худа. Канада готовит вторжение. А значит, нам сейчас нужно срочно оттянуть какие-то войска на север. Либо хотя бы поднять здесь ополчение. Что мы, скорее всего, и сделаем. У нас уже даже есть ивент о том, что мы должны вот-вот готовиться к войне. У нас есть возможность задержать, но у нас не хватает политической власти сейчас. Хотя какие-то войска я тоже уже перебросил сюда. Давайте посмотрим, что у них по войскам. На самом деле, ну сколько там, 30-40 дивизий, возможно, в худшем случае. Я бы один раз все-таки задержал, конечно, чтобы получше закрыть фронт. А вот и падение южных штатов. Вот этих вот. А это значит, что мы сможем забрать себе всю их нефть. Которую нам постоянно не хватает на действия флота. А самое главное, здесь новый фронт откроется. Нужно побыстрее его занимать, конечно же. И начинать наступление на последнюю сторону в нашем конфликте. Ну вот и пошла наша атака, серьезная, по всему фронту. 4 целых армии. Она предлагает перемирие. А мы, смотрите, мы можем на нее съездить. Канадцы уже напали. И нам даст плюс баф. Приятно, на самом деле. 10 организаций, 10 атаки и защиты. Это у нас считается национальным. Это же должно нам еще быть, верно? Да, супер. А им не даст, да? Да. Это на самом деле даже чуть-чуть полезно для нас будет, соответственно. Особенно с учетом того, что... Так, нет, не атаковать. С учетом того, что мы их без проблем должны сдержать. Так вот мы... Отменялось до горького конца. Какой ужас. Не поможет. Это где-то вот перемирие. Мы говорим, что они требуют слишком много, и они сразу же должны, по-моему, отказаться от перемирия. И нам дадутся еще поддержку войны. Да, прекрасно. Особо уже не может фронт держаться. Мы очень неплохо движемся вперед. Там просто не успевает организация пополняться, а дивизии много где просто потрепаны уже. Нам, кстати, поотменяли ленд-лизы. Хотя нет, кто-то еще все еще держит. Так что нормально. Кубинская помощь прекращается. Я думаю, уже было ценено. Оставьте это. Нам дали 5% производства. Было полезно, конечно. На севере, тем временем, здесь появилась такая интересная армия канадская. Но я думаю, мы сначала добьем все-таки гражданку. И потом перебросим войска какие-то на север. Детройт у нас взяли. Пробуем его сразу же и вернуть. Пробуем мы также еще повоевать с канадой на море. Бои нет. У нас теперь есть нефть. Мы можем себе позволить хотя бы попробовать. Собственно говоря, у нас флот неплохой. У нас чуть-чуть есть даже доктрин. На самом деле нет, только одна. Но есть в тазе духи уже выставлены. Посмотрим, что из этого получится. В целом, я думаю, не все так плохо должно быть. Так что можно сказать. Мы встретили флот. По размену нам пишется, что минус. Но здесь просто пока наши подлодки топили, мы ехали. В целом это плюс. Подлодки, опять же, очень заменяемые. А наши два флота. Так. До этого. Давайте вы просто будете на автопачинке. Со средним приоритетом ремонта. Давайте искать канадский флот. Тем временем начала Япония готовить войну. Интересно, там, видимо, какие-то фоксы на войну в США. Но у нас какие-то острова там есть. У нас нету. И у них тоже нету. Здесь острова Германии. И Гавайского королевства. Которое тоже в Антонте, я так полагаю. Не знаю, чего там Япония хочет добиться. Но у нас пока своих забот хватает. А тем временем неплохое поражение британскому, точнее канадскому флоту мы нанесли. Мы потопили их авианосец с гордость флота. Значит, мы плюс-минус заняли какое-то преследство в море. Сколько у них вообще кораблей? Давайте посмотрим. Два раза меньше наших, да? Все неплохо. Только здесь небольшая... Прогреш у нас есть в броне. Можно с ним замериться. Но я думаю, мы пойдем до конца. Вот мы взяли столицу. По-моему, здесь это было Сакраменто. Да и основные города. Осталось лишь дойти до Сиэтла. И в принципе, Тихоокеанские штаты падут. Канадцев мы тоже смогли очень уверенно отбросить. Проблем даже вообще не возникло. Здесь мы сейчас их добьем. Здесь мы им уже, я так понимаю, взяли тоже Оттаву и Монреаль. Торрент. Торонто, точнее, тоже. Собственно говоря, вот-вот мы здесь закончим. Единственное, все еще остается Антанта. Антанта, так как по дефолту обычно начинают воевать с коммунной, с интернационалом. И обычно, я думаю, и там с нами справятся без нас. Но если не справятся, то мы им, конечно, тоже поможем. А вот и настал этот момент. Собственно говоря, мы закончили нашу войну, по крайней мере, внутреннюю. Остается покончить с Канадой. Я так понимаю, капитулировать Францию, чтобы война с Канадой закончилась тоже. Ну, я думаю, проблем это составить не должно. Единственное, пока я не буду в мире, все территории будут бомбить. Это, конечно, не так приятно. Но, что поделать. Ну, канадцы, точнее, королевская семья сбежала из Канады в Индию. Так что, Канада, можно сказать, пала. Единственное, нужно теперь как-то разобраться с Францией. Подумайте, над этим нужно. А нет, Канада капитулировала и так. Вопрос, это закончить войну? Мы воюем? Нет. Непонятно. Франция? Да, с нами он в Франции воюет все еще. Но война считается законченной. Прикольно. А, ну, там Альянс сменился у Канады. Ну, а вот нам накидали наших дебафов, которых мы будем избавляться в следующей серии. А эта серия подходит к концу. Мы закончили гражданскую войну, доказали Канаду за ее интервенцию. И уже планируем расправиться с остальной Антантой. И, возможно, распространить нашу революцию на оставшиеся страны Америки. Посмотрим, как что пойдет. А с вами был Лобгей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok